Я думала, диабет и диабет. Повысился сахар, попью воды. То есть у тебя болезнь хроническая, она с тобой навсегда. В комплексе делать уколы в общественных местах. Где-то 10 лет почти не следила за сахарами. Сахар. Упал. Друзья, здравствуйте. Мы с соведущим Томи. Сегодня в доме двух прекрасных девушек у нас будет голос за кадром и голос в кадре Марина. Я прилетела к тебе. И расскажи мне, пожалуйста, про что мы сегодня будем говорить, какую тему ты выбрала. Я подумала, что, знаешь, вот всякие такие темы, как видео, чем я занимаюсь, это все такое уже неинтересно, никому не нужно. Я там даже не знаю, что сказать. И, наверное, самая интересная тема, на которую я могу пообщаться, это сахарный диабет. Владелец, которого я являюсь. Вот, поэтому сегодня будем говорить про это. Все люди, кого я знаю с диабетом, это диабет, который неприобретенный, оброжденный. У меня такое же. Вот. Это я знаю. Это я знаю. Видимо, у тебя все младше 40 лет. Да, да. Как ты понимал мою демографию. Мои друзья, мама младше 40. Ты с этой болезнью. То есть, понимаешь, да, даже если ты с ней рождаешься, ты в какой-то момент, ну, как осознаешь, что ты отличаешься от других детей и так далее. Вот расскажи про это. Ну, вот я родилась не с этой болезнью, а я ее приобрела в 11 лет. Все у меня было хорошо, да, в 11 лет я была обычным ребенком, без каких-либо болезней или чего-то еще. Все было ок. Вот. И в какой-то момент, короче, был, знаешь, переход. Я так хорошо запомнила, не знаю, почему, с 4-го в 5-й класс, по-моему. Вот. И все разъезжались на лето. И что-то мне вот в этот момент стало как-то плохо. Постоянно плохо. То есть, я чувствовала слабость какую-то, там, худела, все такое. И там у меня родители такие, блин, езжай с ними в лес, на шашлыки. Я такая, блин, нет, у меня вообще нет сил. Что-то они такие, боже, странно. И так, вот с такими симптомами я жила где-то месяц, я не хотела вообще есть. Ну, я думаю, те, кто сталкивается с диабетом, знают эти симптомы. Я постоянно пила, очень сильно худела. Родители на это смотрели, думали, блин, ну да, аномальная жара какая-то еще, что-то бла-бла. Типа, наверное, из-за этого. Я тоже думала, наверное, из-за этого. Вот, и в какой-то момент, когда я прям, это было на даче, я прям помню, как я пыталась съесть кусок хлеба с маслом. Это единственное, что я вообще примерно на это смотрела и думала, ладно, можно съесть. Меня, извините за подробности, стошнило. И тогда родители такие, блин, мы едем в больницу. Да, ну вот это около месяца все было. Вот, мы поехали, мне сразу сказали диабет. Ну, это был для меня прям шок. Ты испугалась? Конечно, ну, в плане, я вообще не знала, что это, но звучало страшно. Ну, я помню, что я прям плакала. Да, сразу же. А, у меня еще тогда было состояние, прям такое, предкомное. Ну, и там, типа, я где-то неделю провела в реанимации, ну, полу, что-то такое. Да, но потом все, меня как-то из этого всего выявили, показали, что как, типа, как мерить сахар, как делать уколы, и все. А ты испугалась? Ты что-то вообще знала тогда про диабет в 11 лет? Нет, вообще ничего. Или тебе рассказали какой-то диагноз? Да, да, да. И у меня не было в семье никого с диабетом. Мне сказали, что это, типа, был какой-то стресс. Ну, что-то я подумала, какой стресс. В 11 лет? В 11 лет я всегда это говорю, когда кому-то рассказываю, типа, что? Вот, ну, какие-то, видимо, случились перебои в организме, и вот так вот получилось. Именно с точки зрения характера как-то изменило тебя в тот момент? То, что с тобой это произошло? Ты его когда-то делала? Да, мне кажется, я сейчас это отслеживаю, потому что тогда, ну, типа, я не особо что-то обращала внимание. Я еще долго как-то не принимала, думала, что нет. Ну, это все, типа, неправда, на самом деле. Даже если у меня есть диабет, он все равно не такой, как у всех. Типа, я там, знаешь, такое откровение. Ну, я многим зрителям на нашем канале даже рассказывала, что я очень долгое время, где-то 10 лет, почти не следила за сахарами. Да, это ужас, вообще никому не советую, это кошмар. Но я знаю, что у многих диабетиков так. Было какое-то непринятие, типа, неосознание. И плохо, конечно, было то, что родители как-то в это сильно не углублялись. Тоже, мне кажется, старались сделать вид, что все хорошо. Там было по-разному. Типа, то все хорошо, то типа, блин, а ты что ешь сладкое? Я думаю, а? Короче, такие были качели у меня и у родителей. И сейчас я понимаю, что я, наверное, во многом осталась каким-то ребенком из-за того, что диабет тогда был. Потому что родители ко мне во многом стали очень долго относиться как к ребенку. То есть у тебя болезнь, которая хроническая, она с тобой навсегда. И в момент, когда ты понимаешь, что она у тебя есть, ты просто ушла в отрицание того, что она есть. Да, сто процентов. Не было какого-то образования в этом. То есть я никак не ходила в школу диабета, хотя многие ходят. Есть школа диабета? Да, там типа, вот если ты ребенок, то родители, родители туда ходят, все узнают, бла-бла. У меня, мне кажется, так как-то, что-то обошли стороной школы диабета. И мне особо ничего как-то не рассказывали. Поэтому я тоже что-то старалась как будто закрыться от этого всего. Но, слава богу, в какой-то момент мне пришли мозги, как-то встали на место. И я подумала, нет, так не пойдет. Надо что-то следить. У меня вообще-то реально диабет. И типа это реально влияет. Но я еще в детстве не думала, что... Ну, я думала, диабет и диабет. Ну, ладно, повысился сахар, попью воды. Схожу в туалет. А, я радовалась, когда у меня понижался сильно сахар, чтобы поесть сладкое. Хороший. Гений. Ну, это я прям была... Малой. Вот только заболела, да. Потом, конечно, я поняла, что диабет это не только про вот, типа, что я попью побольше или я сладкое съем, а что это типа откладывается и потом очень сильно влияет, да. Мне просто очень интересно было именно, знаешь, мне кажется, можно провести параллели с другими болезнями. Ну, что вот, что-то с тобой страшное происходит, и ты, будучи там ребенком, в состоянии это принять. Знаете, ты такой, я закрыла глаза. Ты еще не понимаешь, ты же не видишь, что что-то страшное происходит. Ты просто видишь, ну, что что-то тебе надо мерить сахар, делать укол, но ты не понимаешь. У тебя еще нет опыта, что это на что-то влияет, типа, на твой организм. А потом, когда это повлияло, я такая, а. А как это повлияло? Ну, там, короче, диабет, для тех, кто не знает, он влияет. Да, ты рассказывай, для тех, кто не знает. На печень, почки, глаза, сосуды, ноги, руки, ну, короче, нервная система, короче, на все. Ну, там, на самом деле, я вот что читаю, на то оно в первую очередь ударяет, значит, я читаю про глаза, типа, а, и там всегда вот у меня что-то болит, я начинаю гуглить, и там, если у вас диабет, ну, диабет во всех, знаешь, симптомах, я думаю, окей. Это мне. Да, там, типа, глаза, печень, почки, и вот ноги, по-моему, ну, или конечности, вот это первое, почему бьет диабет, остальное как-то еще дальше догоняется. Вот, и я когда почувствовала, что вот что-то ноги у меня начинают неметь, или что-то еще, я такая, так, что-то уже страшно. Да, и в тот момент я прям такая, нет, все, я останавливаюсь, надо что-то делать, надо начать сахар мерить и так далее. Вот, но меня очень сильно спасло, что появились сенсоры такие. Вот у меня сейчас на руке стоит этот сенсор, и у меня был сначала, знаешь, такой приборчик вместе с этим сенсором, как пейджер, и на нем показывался сахар постоянно, а сейчас у меня все на телефоне, и он измеряет нон-стоп. Прикольно. Да, нет, раньше, вот, знаешь, я подносила и смотрела сколько, а сейчас он постоянно, да, типа, это делает вообще, и он повещает, когда поднимается сахар, когда понижается, и это прям, вообще, жизнь сделала намного легче. Я не знаю, если бы я до сих пор мерила, смогла бы я все-таки так следить за сахарами, если бы, короче, нет сенсора, так что рекомендую всем. Я видела как раз в США распространена история с сервис-дог, что типа ты, у тебя есть собака, которая твой помощник, да, и как раз вот одна из вариаций этих собак, и там у кого-то, я немножко для зрителей объясняю, друзья, в общем, это, здесь есть такая тема сервис-дог, сервис вообще животное, вы можете апоссуму дать эти документы, носить его с собой, он вас будет спасать. Но собаки есть, которые конкретно чувствуют запах понижения, там, или повышение, я так понимаю, сахара в крови, и они делают так буп-буп носиком, это так и называется, вот, и как бы намекают, что пора что-то сделать. Вы думали, может быть, отдать кому-то? Да, ты посмотри на него, куда его отдавать. Вот, то есть вы не хотите потренировать пёселя? Ой, это слишком сложно, ну, мне этого, знаешь, достаточно, в принципе, он прям, знаешь, сигналит так, что вообще отлично. Так достанет этот звук, что точно посмотришь, что там с сахаром, точно что-то сделаешь. Вот, ну, вообще, тема с собакой прикольная, да, я тоже видела в ТикТоке. ТикТок, то, как мы все узнаем. Я уже некоторое время занимаюсь бизнесом, и хочу сказать, что, вопреки законам диалектического материализма, количество в качество трансформироваться вообще не всегда. Потому что, казалось бы, сколько выдумщиков, сколько креаторов, но людей, которые могут эти выдумки реализовать, гораздо меньше. Я постоянно ищу хороших менеджеров, каких-то классных копирайтеров, и, конечно же, самое главное, дизайнеров, насмотренных, талантливых, смелых, которые могут экспериментировать и делать это стильно. Хочется что-то изменить, друзья, поэтому я вам рекомендую сегодня курс «Графический дизайнер с нуля до про» от онлайн-школы графического дизайна «Контенден». Во-первых, вы можете проходить этот курс в любой точке мира. Это очень классно, хоть на даче, хоть на Бали, где хотите. Во-вторых, курс разработали настоящие профессионалы. Они знают, что действительно нужно рынку. И плюс ведут занятия тоже не абы кто, а люди, которые прямо сейчас работают в топовых компаниях. Что еще важно? Во время учебы вы пройдете стажировку в креативном агентстве. Так что, помимо знаний, вы унесете с собой еще и классное портфолио. Важный момент. Если вы всегда мечтали о творческой профессии, но последний раз рисовали на уроках изо в школе, и то вам не очень нравилось, это не должно вас останавливать. Данный курс разработан для тех, кто вообще еще ничего не умеет, но хочет научиться. Вы все это послушали, вам кажется, что это очень интересно, но, возможно, вас останавливает мысль о том, что это будет дорого. Не останавливайтесь, друзья, потому что по промокоду DUCALIS вас ждет 45% скидки на все тарифы данного курса. И в подарок еще курс «Английский язык для дизайнеров». Это ли не прелесть? То есть вы сможете работать в международной компании или даже читать какие-то статьи по дизайну на английском языке. Это очень важный скил. Поэтому, что мы сейчас делаем, друзья? Сконцентрировались. Переходим по ссылочке внизу. Если ссылка нам не нравится, у нас есть QR-код. Кликаем то, что нравится, и регистрируемся, и начинаем обучение. Открываем новые грани себя. Было ли такое, что ты, наоборот, себя мотивировала что-то делать, исходя из того, что, да, у меня есть эта болезнь, но я как будто чувствую, что из-за этого я хочу работать еще больше? Или какие-то такие вещи? Вот, кстати, вообще такого нет. Да. Знаешь, просто у многих, мне кажется, правда такое есть, что, типа, окей, диабет, да я покажу этой болезни, да я там, знаешь, спорт, да я лучше этого. У меня наоборот, я, типа, знаешь, себя в яму еще сильнее, типа, блин, диабет, ну, еще вот это, это сверху, и, типа, буду сидеть, себя жалеть, грустить. Короче, я вот из этого, типа, людей. Я помню еще, когда только мы с Настей начали встречаться, я ей рассказала, что у меня диабет, но, то есть, я никогда ни от кого не скрывала, у меня нет какого-то... Стыда? Стыда, комплексов, просто я узнала, что у многих есть, и я прям удивилась очень, у меня никогда такого не было, вот, и, конечно, я всем направо-налево сразу говорю, что у меня диабет. Ну, типа, да, просто в какой-то момент мне несложно об этом сказать, и когда Настя сказала, мы там, я не помню, какая была реакция, ну, обычная, наверное, да, но в какой-то момент она серьезно за это взялась, такая, блин, начала изучать, она поняла, что это тоже правда что-то серьезное, что с этим надо жить правильно, и что-то она читала статьи, форумы и всякое такое, я вот и не углубляюсь, она просто начала все вот так. И там было такое, что, типа, блин, ребят, вы что, какая-то болезнь, это просто образ жизни, вы просто вот реально ходите по врачам больше. It's a lifestyle. Да, типа, вы просто вот едите правильно, ну, это же кайф. Следуйте свой организм там два раза в год, а вот кто еще это делает? Я думаю, ну, да йо, это круто. Они продали диабет. Да, ну, и что-то какое-то время я думала, блин, может быть, действительно стоит так к этому относиться, как к образу жизни и все такое, но потом Настя еще вычитала на каком-то форуме или где-то еще, что, ребят, нет, это нифига не образ жизни, потому что вы его не выбираете. Вам, типа, приходится так жить, я такая, о. Вот это мне похоже. Это похоже. Вот этого я буду следовать. А как ты думаешь, почему кто-то стыдится или стесняется того, что они уделят? А, блин, оказалось, вот я когда выложила к нам на канал видео про диабет, там многие комментарии писали, что вот у них диабет, у них вот из-за этого комплексы, спасибо, типа, что рассказала, бла-бла, что не постеснялась. Я думаю, вау, кто-то действительно стесняется. Я начала читать вот их истории и над ними могли смеяться в школе, называть, типа, наркоманами, что-то еще. Я такая... Наркоманами почему? Из-за того, что... Из-за того, что постоянно надо делать уколы? Да, просто я никогда с такими не встречалась. Ну, я бы не соединила это. Я тоже. Я думаю, вы плохие буллеры, мы как-то не передумали. Правда, типа, это как будто на поверхности, конечно, наркоман. Это вот настолько, да, такая вещь. Ну, даже вот то, что у них приходит какая-то ассоциация с наркоманией, ну, типа, реально дети в школе над этим смеются. Ну, ладно, я, короче, этого не поняла, но поняла, что этого много. Вот. И просто бояться из-за этого комплекса делать уколы в общественных местах, что-то еще. Но мне очень помогло, что я в детстве ездила по льготам своим, знаешь. Нас отправляли по социальным всяким выплатам и все такое в разные города, страны. И вот я два раза летала в Словению, и там была куча детей диабетиков, как и я. Да, и там были ребята постарше, прям намного, типа, на пять лет. И мы сидели там все вместе, я не знаю, они что-то рассказывали. И они просто брали и делали укол при мне в кафе. То есть в кафе я еще стеснялась, знаешь, могла куда-то уйти в том возрасте. А я смотрю, они просто такие, так. Во-первых, я впервые увидела места вот эти для уколов, думаю, о, удобно. Потому что я обычно делала там сюда, вот сюда. Ну, то есть где долго, знаешь, раскрывать неудобно. Или там в бок, в живот. А я смотрю, они такие, бац. Ты, кстати, не знала, что сюда можно колоть. Ну, да, это, типа, удобно. И я увидела это впервые. И они такие тоже рассказывали разные истории. Например, вот еду в автобусе, у меня высокий, или в метро высокий сахар. Понимаю, что мне срочно надо сделать укол и делать через джинс. И я такая... Ты такой, ну, тварь. Да, тебе настолько можно делать укол, прям вот так, там, в метро. Думаю, окей. И вот это у меня так отложилось в памяти, что я, мне кажется, больше никогда не стеснялась делать уколы где-то вообще в общественных местах. Мы идем, гуляем. Я просто такая... Или иду дальше, так, знаешь, разговариваю. Поэтому вообще у меня ок, с этим все сложилось. Слушай, это очень круто, что такое, получается, комьюнити людей, которые объединяются вокруг этого. И оно так тебе помогло. А можно сказать, что за льготы? Я даже не знала, что такая есть опция. Да, прикинь, это, мне кажется, мой папа там посадился, он, да, любит такое, льготы бесплатно, там, что-нибудь еще. И, ну, выдавали путевки в санатории. Вот, это санатории были в разных странах, и мне повезло, что я попала в то время, когда еще отправляли прям вот в Словению. Потому что обычно там, знаешь, типа Сочи, что-нибудь еще, ну, Сочи супер, классно, типа Словения. Для меня тогда, я думала, вау, ну, это действительно было тогда вау, вот, и все, все, все было бесплатно, типа проживание, перелет, экскурсии всякие. Это было очень прикольно. Кроме того, вот мы с мамой, да, летали. Друзья, минута занимательных цифр. Вы знали, что в Швеции вообще не принято оставлять на чай? В Европе, ну, в районе 5% это норма, а в США, на секундочку, это где-то 18-20%. И по своему опыту могу сказать, что если вы оставляете недостаточно чаевых, официант вам укажет на это, и вам это не очень понравится. В России среднее число это 10, и мы накидываем больше, если музыка классная, или еду быстро принесли, или в целом нам понравился вечер, мы много-много чего заказали. Именно поэтому сервис безналичных чаевых нет монет вместе с Альфа-банком сделали народный рейтинг, который называется Тип-Топ. И в нем, исходя из размера чаевых, вы можете увидеть, какой ресторан самый классный. На сайте проекта уже есть списки самых классных мест Москвы, Питера и Сочи. И вы можете зайти на сайт, включить категории, фильтры и посмотреть, например, место с самым красивым видом, или место с высокой кухней, куда сходить с друзьями, чтобы было бюджетно, или какой завтрак самый классный. Все для вас, все отсортировано. И осенью появятся новые города, Калининград, Екатеринбург, Казань. Ребята, ну это ли не радость? Поэтому мы переходим прямо сейчас, вот сюда, вот вниз, в ссылку под видео, и выбираем, куда же мы пойдем вкусно есть с друзьями. Ты вообще вот замечала какую-то репрезентацию людей с диабетом? Потому что вот как ты сама сказала, что пока ты не увиделась вот с этими ребятами, ты там вообще не думала, что можно вот так сделать. То есть ты как бы все равно, даже если ты не стеснялась, то ты как будто, ну, немножко скована себя все равно чувствовала с этим. Наблюдаешь ли ты там в медиа, или в поп-культуре, или даже там среди блогеров, да, ребят, которые как-то помогают этому? Да, мне кажется, сейчас прям очень классно все начало как-то развиваться. Но еще из-за, не знаю, разных направлений, типа бодипозитива и так далее, люди стали не стесняться, потому что они носят сенсоры, помпу с инсулином. И вот, например, дочь Кейт Мосс, она была на ковровой дорожке в таком прозрачном платье, и у нее стояла помпа, и это было очень прикольно видеть, типа вау. Я просто даже не знала, что у нее диабет. Или, например, когда мы занимаемся на йоге, тоже, знаешь, я всегда замечаю у людей, типа всякие сенсоры, что-то еще. Вот, ну и вообще я стала в медиа больше замечать такого, это классно, мне кажется. Очень влияет, потому что раньше я вообще не знала, как определить у человека диабет, не диабет. У меня вообще не было ни знакомых, ни кого-то, кого я видела в медиа. Потому что, конечно, они не будут, не знаю, выкладывать, как они измеряют сахар, наверное, как свой лайфстайл или что-то подобное. А так, когда у тебя стоит центр или что-то еще, то это невольно как-то попадает в кадры. Например, в ТикТоке многие снимают, как они, знаешь, меняют. Типа убирают этот, ставят новый, это тоже очень круто, и многие вообще не понимают, что это, и в комментах там все объясняют. Все люди такие, что вы делаете, что за роботы. Да, 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 я тоже выкладывала что-то подобное, и то, что там спрашивали, блин, а что это? Это что, какое-то биохакинг? Да, да, многие думают, что это что-то для сердца, типа какие-то такие приборы, но многие уже знают, что типа это диабет. Был ли такое, что ты сталкивалась с стереотипным отношением к себе, если люди там узнавали, что это диабет? Потому что, например, вот я точно понимаю, что первый же стереотип, который вот я вспомнила, это то, что вот все школьное время, ты говоришь, что диабетики, вот они все толстые, они типа там, например, вот у нас, почему-то так было, что типа если у тебя диабет, то ты, скорее всего, будешь там набирать или вот какая-то такая история. Вот, мне кажется, я про вес точно могла слышать, потому что многие знают диабет только как второй тип, и это такие там пожилые бабушки, они часто могут быть с лишним весом, все такое, поэтому, мне кажется, знаешь, в голове это откладывается. И я помню, мне кажется, у меня был такой момент, когда то ли я врачу, то ли кому-то, врачу даже, по-моему, сказала, типа вот у меня еще диабет, и она такая, да, а так и не скажешь, типа я думаю, а что, буква D как бы должно быть. Да, типа, блин, ты такая худенькая, и я думаю, снимал. Ну да, блин. Мы один раз пришли в гости, там была куча незнакомых людей, мы знали только, знаешь, там хозяйку квартиры, а все остальные были незнакомые, какие-то там парни, туда-сюда, и один другом говорит, блин, ты что такой красный, диабет что ли? И я сижу рядом и говорю, ну я вроде не красная, вот, и короче, он так на меня смотрит, а он не знал, типа что я, что я. Да, вот, и я подумала, блин, откуда вообще такая мысль, что у диабет как раз налицо, но ладно. И еще один, конечно, что, ой, да тебе, наверное, это нельзя, расскажи, что ты ешь, что ты можешь, ну ты знаешь, людям если скажут, что диабет у тебя, они такие, мы садим соберем тебе палитру еды, какой-то особенный, потому что это шахар, нет. Вот это очень долго было, типа у моих знакомых, друзей, я не знаю, когда я в гости ходила к одноклассникам, там родители могли такие, ой, что ты ешь, я думаю, все, да. Вот, ну тогда я еще и не следила за шахарами, но я вообще, собственно, панк. Да, это ужас, но на самом деле диабетику можно все, диабетику первого типа, потому что у нас есть инсулин, к которому мы подкалываемся, типа второй тип, он уже больше следит, как-то сидит на диете и все такое, потому что они без инсулина живут, и им надо как-то так регулировать свой сахар, вот, еще с таблетками, там что-то такого рода, я не особо знаю второй тип, вот, но у нас все и сложнее, и легче тем, что типа мы можем есть все, что угодно, главное подколоться. Я, кстати, например, сейчас пью только колу зеро, и все, ну, это правда не поднимать сахар, поэтому это круто, в плане, мне так-то все равно пить зеро или оригинал, но это так удобно, ты типа пьешь сладкий напиток вкусный, он для меня по вкусу точно такой же, как оригинальный, но сахар стоит на месте. Круто. И это, просто если я выпью колу оригинальную, то он у меня сразу вот так пойдет, и это ужас. А ты, когда выбираешь продукты, ты смотришь тоже вот на такие истории сахар без сахара? Нет, я только напитки, потому что они очень быстро поднимают, да, сахар, и поэтому для меня прям важно, чтобы напиток был без сахара. Я прям только пью с сахаром, когда надо поднять мой уровень сахара, короче, слово сахар. Очень сладкая беседа. Вот вы переехали в Америку, здесь с медициной хорошо, если у тебя есть бабки. Ну, не только, кстати. Ну, не только, вот, расскажи. Это был мой страх. Мы переехали два года назад, и я просто вот так вот открещивалась, не хотела, потому что я очень боялась. В России-то мне все выдавали просто вот так вот, знаешь, бесплатно инсулин, бесплатно... А в России бесплатно раздают, если у тебя инсулин. Я знаю, что не везде, но я из Москвы, поэтому мне было легко. Там у меня никогда не было, что что-то, чего-то не было в поликлинике, что-то кончалось, когда-то не выдавали. Я знаю, что у многих вообще другая история, им часто не доставала инсулина, и все в таком роде. Вот, у меня всегда в переизбытке, у меня просто холодильник ломился, знаешь, от коробок с шприцами, да, и сюда я боялась ехать. Мы просто переезжали с четырьмя чемоданами, и в них четырех. У меня был запас инсулина где-то на год. Просто там, я не знаю, как нас так пропустили легко. Там просто куча шприцов в каждом, но мы вот тут долетели, все отлично, да. И здесь я по знакомству пошла в одну клинику эндокрилогическую, там русскоговорящие все. Там у меня сразу, ну, из-за того, что по знакомству, у меня там сэмплы, инсулина, то-се. Вот, и потом сказали, делай страховку, и мы тебе будем, типа, так бесплатно все выдавать. Я думаю, блин, страховка, сложно вообще. Но это вот, знаешь, случилось реально где-то через год. Мы здесь жили, потому что у меня там заканчиваются уже мои запасы из Москвы. Думаю, ладно, надо что-то делать. Я пошла оформлять страховку, и так как у меня здесь не было какого-то дохода, у меня спросили, какой доход, бла-бла, я сказала, ну, такое, ноль, допустим. Они такие, окей, ваша страховка стоит ноль, она оформлена, все. Эта страховка мне покрывает все вообще. Ого. Типа, она мне покрывает инсулин весь, там, а мне поставят, скорее всего, скоро помпу инсулиновую, то есть, когда, знаешь, инсулин прям на теле, он там каждый час чуть-чуть капает в организм, это очень удобно, он, типа, пытается выровнять сахара на постоянной основе. И, например, у меня там скидка на эти сенсоры, страховка не покрывает всю стоимость, но я там плачу, типа, половину, это тоже очень здорово. Короче, бесплатная страховка, ноль в месяц. Это прикольно, а сколько стоят сенсоры, вот эта половина тогда? Вот я плачу 70 долларов за два сенсора, одного сенсора хватает на две недели. 70 долларов в месяц. 70 долларов в месяц, вообще норм. Отлично, да. Например, в России я тоже покупала эти сенсоры, и там один на две недели у меня выходил 5000 рублей. Конечно, мне это нормально, но все равно, если так подумать, блин, это дорого. Да. Вот, и каждые две недели его менять. Я знаю, там, некоторые люди хак делают и, типа, взламывают этот сенсор, чтобы он 30 дней работал. Ого. Но у меня нет такой сильной мотивации. Это в России люди, ну, какие хитрецы. Да, они, это бы смекалка, да куда надо. Смотри, такая история, она связана частично с диабетом. Есть такое средство, называется Озимпик. Вот, и для тех, кто не в курсе, значит, это средство для людей больных диабетом, и оно им выписывается как лекарство, но, так сказать, светские люди мира сего, они поняли, что они могут его себе колоть и таким образом снижать аппетит. И поэтому куча-куча статей и разоблачения того, что Голливуд и уже теперь Москва, кстати, худеют на Озимпике. Потому что люди это делают, колют, и какие у этого минусы? Как минимум, люди, которому действительно нужен, его не получают, потому что, ну, спрос и становится очень... Высокий спрос. Да, и при этом цена. Вот скажи, ты сталкивалась вообще с каким-то обсуждением этого? Я вообще впервые об этом узнала от Насти, потому что она все эти новости постоянно студирует разные, поэтому я вообще не знала про это, она мне такая, блин, вот, смотри, лекарство. Но, если честно, я вообще не знаю подробностей, я не знаю, как это лекарство работает для диабетиков, потому что, да, смотри, у меня повышается сахар, я делаю инсулин, и он, типа, у меня встает в норму, а люди худеют вначале от симптомов диабета, когда они не снижают сахар, и у тебя постоянно высокий, и ты не хочешь есть. То есть у меня инсулин, видишь, работает наоборот. Я снижаю, и я могу нормально поесть. Вот, поэтому это лекарство, оно, да, я не знаю, наверное, не для меня, да, я никогда не пользовалась. Свет, ты видела здесь в Нью-Йорке рекламу в метрозе? Нет, не видео, рекламирую. Представь эту новость, потому что там баннеры ровные. Придет вставлять. И реклама Азинпика, что для похудения. Это просто жесть. А, вот так прям? Я когда увидела... Я видела просто рекламу, но я не видела, что там для похудения написано. Ну, это ужас. Просто почему меня это тоже смущает? Потому что, не, ну мы знаем, что, например, Виагру тоже изобрели как бы побочно, потому что, типа, она была немножко для другого, но что вышло, то вышло, друзья. Но все-таки, мне кажется, здесь немножко другая история в том плане, что это, ну, какое-то влияние на печень, если у тебя как бы нормальная регуляция. Да, я вообще не знаю, как люди на это решаются. Ну, знаешь, это когда я там своим одноклассникам мне кому-то говорила, блин, а вы знаете, ну, не так, не хвасталась, а просто они знали, что у меня соцкарта из-за диабета. И я бесплатно езжу в метро, у меня скидки в кино. Они такие, блин, повезло. Я думаю, слушайте, лучше бы я полную цену платила. Да, да. Вот, и даже недавно у меня подруга, я ей сказала, она уже здесь живет три года или четыре, она из Питера, вот, и я ей сказала вот как раз-таки, что у меня тогда была, ну, всю жизнь была соцкарта с 11 лет, я никогда не платила за проезд. Она такая, блин, вау, так круто, так повезло. А потом я говорю, ну, из-за диабета. Она такая, а, типа, да, что-то не подумала, но... Ну, а нет такого ощущения, что да, из-за того, что это такая болезнь, которая не очевидна, знаешь, ну, она не то, что списана со счетов, ну, то есть люди до конца как-то понимают, там, серьезно, что ты сейчас, например, говоришь, я думаю, кто-то может послушать, поймёт, что там руки, ноги, это все не имеет, то есть какие-то последствия. Там последствия жесткие, ребят, вы просто вбейте, типа, осложнение после, ну, от диабета, ну, не знаю, никому не пожелаю такого, вот, это реально стрёмно. Сахар, упал. Ооо, каждые пять, но я могу ошибаться, может, три года, мне надо было доказывать свою инвалидность, то есть заново проходить обследование и все такое, хотя диабет не лечится, и, типа, я... То есть мне надо было постоянно у врачей говорить, да, мне действительно плохо, у меня, по-моему, плохие сахара, смотрите, там что-то еще, типа, если осложнение, то вообще супер, тогда точно дадут инвалидность, тогда точно продлятся годом. Как ты думаешь, почему так? Потому что больше людей с тобой болеть, или кто-то покупает справки, и люди думают, то есть как-то... Блин, мне кажется, вот, правда, в России как будто не понимают серьезность, может быть, болезни, типа, что у нее, правда, ужасное осложнение, и, типа, ты знаешь, ходишь, видишь, я не знаю, все, ты можешь, ты там не сидишь в кресле, поэтому, а зачем тебе справочка, зачем тебе льготы, мне кажется, вот такая какая-то позиция, вот, и то, что люди, правда, у нас в стране, в России, как-то не образованы в плане диабета, и это, мне кажется, тоже большая проблема, из-за этого какие-то вот такие... Никто не понимает, что это, а что серьезность, вот тоже, когда я выложила как раз-таки видео про диабет, я там все видео плачу, потому что мне было сложно про это говорить, там было очень много комментариев, типа, блин, ты что, там это рак, что ли? Ну, вот такого плана, я такой... Типа, обесценивающий комментарий, потому что люди не понимают. Почему именно тебе было сложно говорить, ты можешь, например, как-то? Ну, мне кажется, это как раз-таки, потому что я не приняла, у меня было сложно про это рассказывать, и... Сейчас, украшу, улыбаешься. Чтобы не расплакаться совсем, надо паузу такую. Все, вон. В какой-то момент, мне кажется, когда я поняла, что диабет это серьезно, и для меня тоже, мне стало очень страшно, и... Малыш. Слайвань. Вот. Ну, я еще, на самом деле, очень чувствительная, поэтому я очень часто плачу, мне кажется. Вот, и мне кажется, это отразилось, типа, я стала очень бояться, и поэтому мне стало сложно про это говорить. Какая-то уязвимая тема для меня стала в какой-то момент, ну, была, вот, и потом стала еще сильнее, но сейчас, на самом деле, намного лучше. Если бы это было, мне кажется, 6 лет назад, 5 лет назад, я бы с тобой не говорила про это, именно, мы бы начали, я бы сразу зарыдала, и ничего бы не вышло. Сейчас вообще, типа, вот это, это супер. Это просто супер. Раньше я, когда только думала о том, что надо сказать что-то, пройдя обед, сразу плакала, или сразу было очень тяжело, плохо. Ой. Ну да, вот еще одно. Короче, сейчас прямо прогресс. Супер. Просто я хочу проговорить, просто потому что я понимаю, что люди испытывают что-то подобное, и им тоже, понимаешь, от этого легче, когда они понимают, что они не одни. То есть это именно ощущение, что ты, наверное, не можешь как-то изменить этот факт. Вот. И это бессилие, возможно. И, типа, мне кажется, еще из того, что я 10 лет примерно не следила за сахаром, я в какой-то момент стала очень сильно жалеть, типа, об этих 10 годах, что все могло бы быть по-другому. Типа, знаешь, если бы я следила за сахарами, там каких-то осложнений бы не было сейчас, из-за этого я очень стала часто видеть на к теме, типа, именно, а если бы? Ага. Вот. Ну, как-то так. Моленький. Ну да. Да. Ну, а так все нормально. Да. Просто все животные пришли, ты, фея, знаешь, фея Дисней, знаешь, какая-то такая, мы сейчас будем ее устанавливать. Ты сказала, что чувак, он просто такой, я здесь звезда. Он что-то, да, у него это. А можно сейчас, я на секунду только встану, я хочу посмотреть, работала ли камера, а то я переживаю, что... Извини, пожалуйста, извини, пожалуйста, я не буду тебя обижать. Так, ну все, я потеряла свое место. Ну ты его сгони, не бойся. Не бойся, Томми, иди сюда, иди ко мне. Я человек простой. И вам можно это. Я человек простой, меня собака может погнать. Ты про это рассказываешь, ты много шутишь. Это мой любимый механизм защиты от принятия этой жизни. Но вот как ты относишься к шуткам про диабет, и там, соответственно, ты сказала историю, что чувак сказал про красное лицо. Это явно неудачный пример, но вообще вот в целом твое. Да, слушай, мне кажется, каждая шутка для меня есть какие-то границы, и про диабет в том числе. Допустим, мне вообще ок, у меня нет такого, что, знаешь, блин, затронули как-то меня. Но если человек говорит то, что на самом... Ну, стереотипно именно шутит, у меня как-то, типа, блин, серьезно. Ну вот до такого плана я реагирую, у меня вообще нет какой-то обиды или что-то там злости на человека. Просто мне смешно от, типа, шуток, блин, я такая сладкоежка, сейчас диабет, знаешь, получу. Вот это вот чаще всего, мне кажется, очень транслируется у блогеров, разных и так далее. Типа, пипец, сейчас будет сахарная кома и что-то еще. И я думаю, блин, это так не работает. Такое, да. Ну, такие шутки мне как-то не особо заходят, они не особо смешные, поэтому, я не знаю, вот эти комментарии не очень мне нравятся. Я не хочу быть такой снопкой, знаешь, типа, сладкоежка, диабет, но просто, когда, знаешь, типа, 16 лет живешь с диабетом, понимаешь, что, типа, ну да, думаешь, устаешь от одного и того же и не знаю. Ну это максимальный штамп, кстати, вот это, что, типа, сейчас будет, фоткают торт и сейчас... Да, сейчас просто там, как пьян, 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 вот это вот. Я не знаю, может быть, есть у меня какой-то, может быть, такой снобизм как раз-таки, может быть, к теме кома или что-то еще, но просто я чуть не впала в кому, когда у меня обнаружили. На самом деле, мне кажется, это просто, блин, сейчас. Не очень смешно. Мне кажется, люди, они не со зла это делают, только что они даже не понимают... Да, они не в... Не понимают смысла как-то него. Да, они знают, как будто есть вот это словосочетание. Абстрактное, сахарная тумбой. Да, и просто его говорят, ну поэтому у меня нет именно к ним, знаешь, типа, блин, чего вы с кем-то смели. Да, я просто такая думаю, ладно, окей, вот, ну типа, окей. Ну не особо смешно, а просто, ну ладно. Вы не смешны. Ну да, да, да. Ну что сказать? Bad for you. А есть ли какие-то вещи, которые ты вот такая, блин, я бы хотела сделать, но вот я типа из-за этого не могу? Да. Да? Да. Ну ты знаешь, типа, какие-то операции косметические, возможно, если делать, то это очень тяжело. Ну, короче, диабет это противопоказание ко всему, примерно как беременность. Ты вот везде, вот на каждой бумажке видишь противопоказание, беременность. Вот, например, диабет очень много где встречается. Вот 70% того, что я вижу противопоказания, там диабет. Не буду говорить про какие-то операции конкретно, которые, может быть, я хотела. Но, допустим, если я хочу, то я понимаю, что это сложно, плохо заживает раны у диабетиков. Там, конечно, это можно, но под сильным, знаешь, типа... Седация, седация? Не-не-не, типа, чтобы над этим всем смотрел какой-то врач, чтобы он следил за всем, вот, и тебе надо очень жестко следить за сахарами в этот момент. Я понимаю, что вроде звучит так, ну, а что бы не последить? А что бы не последить? Но на самом деле это очень сложно именно, знаешь, что бывает такое, что ты чем-то занят, и у тебя, блин, сахар, бац, и подскочил, и ты не замечаешь, вот, или упал резко, когда ты... Вот каждый раз, когда я хожу на какие-нибудь... Вот, кстати, тоже еще одно мини-ограничение, к этому надо тоже подходить с умом, это типа тренировки, занятия спортом. Каждый раз, когда я такая, блин, все, начинаю. Я спортсмен. Да, я иду в зал, и у меня падает сахар где-то через 10 минут после этого, и я такая сижу и пью, знаешь, сзади вот так вот бутылку кола, сахаром просто всю, вот, и у меня такая антимотивация сразу случается, думаю, блин, окей, но понятное дело, что спортом можно заниматься, все можно делать при диабете, просто это все надо делать с умом, и это вызывает какие-то ограничения, что ты понимаешь, что это все усложнено. Типа, если обычный человек пошел на спорт и все, допустим, то мне надо специально какую-то диету, именно, знаешь, чтобы какой-то долгий углевод, чтобы там заниматься, и сахар не упал. И это, конечно, звучит, наверное, всем легко, и все подумают сейчас, типа, а, но это сложно, когда ты с этим живешь, типа, тебе надо думать о каждом аспекте. Вот, или, например, мы недавно были в Доминикане, и ездили на день, на насти день рождения, на активность, типа, знаешь, диплайн, лошади, все такое, там везде говорили, телефон с собой нельзя, сумки нельзя, все нельзя, я думаю, блин, мне надо мерить сахар, мне нужен телефон, мне еще надо что-то сладкое попить обязательно с собой. И вот это тоже, знаешь, думаешь, блин, надо вот это, это, то есть какие-то такие места, например, в бассейн, ты постоянно будешь думать, чтобы рядом где-то, вот куда-то можно было положить телефон, чтобы знать, сколько у тебя сахара, чтобы сладкое у тебя всегда с собой было, короче, об этом тоже надо всегда думать, поэтому тоже дают какие-то ограничения. Ну, это, мне кажется, дает, знаешь, такую немножко психическую усталость, то есть ты не можешь просто жить, тебе надо все время, типа, что-то вот контролировать. Тревожность какую-то, знаешь, типа, вот мы когда ходили, как раз, блин, я не помню, вот тогда меня везде разрешили взять телефон сладкое, а вот когда-то мы ходили, я не помню, куда, ну, неважно, тоже вот, как типа активность какая-то, там вот вообще нельзя было брать, и я все оставила там в шкафчике, и я все время думала, блин, а если упадет, а если вот что, вот какой у меня сейчас сахар, то есть... А что будет, если он упадет, объясни, извините. Ну, вот если низкий сахар, то... Ну, короче, сначала начинаются там первые симптомы, у тебя ужасная слабость, трясутся там руки, теряется зрение, и потом ты можешь упасть в обморок, допустим, и далее кома. Ну, то есть это страшнее намного, чем высокий сахарал. Поэтому, кстати, когда я куда-то хожу, понимаю, что там надо будет отложить телефон, я делаю себе сахар чуть выше нормы, или даже сильнее выше нормы, просто чтобы знать, чтобы он там был лучше, чем вот упадет. Вот, поэтому, да, ты постоянно об этом думаешь, и я говорила ребятам, ну, друзьям, Насте, мне кажется, что у меня есть такое в голове, знаешь, я смотрю какое-то видео, какого-нибудь блогера, допустим, он там, я не знаю, сидит и ест торт или что-то еще, я думаю, иногда у меня проскакивает мысль, блин, он даже не думает, что ему надо подколоться, типа, можно просто брать и есть, офигеть. Ну, то есть, ну, очень редко у меня такое проскакивает, а так я просто живу и живу с этим. Вот сейчас с сенсором вообще намного лучше, но был какой-то момент, я не знаю, мне кажется, полгода, когда что-то каждый раз, когда у меня сильно опускался сахар, у меня была какая-то супертревожность. Вот один раз мы даже вызвали скорую, потому что что-то мне было очень страшно, он, это было в Анапе, мы туда просто съездили, я не знаю зачем, отдохнуть, что-то погулять, и у меня что-то сломался укол, вот это тоже важно, типа, во все поездки я беру с собой где-то 4 шприца, если один сломается, один потеряется, третий, я не знаю, выкину случайно, четвертый хотя бы останется, вот примерно так. У меня все это было, кажется. Опытным путем она, говорит, 4, не 3, не 10, 4. Да, да, да. Бывало такое, знаешь, мы сходим в док-парк, приходим домой, я такая, блин, шприца нет, просто оставлю на лавочке. Ну, это редко, но бывает, поэтому всегда про запас, вот. И в Анапе у меня сломался укол, когда, короче, видишь, тут внутри вот такая белая штука, ну, которая, да, да, как бы. Она у меня как-то боком встала, я не знаю как, так, и я делала укол, делала, а я не заметила, но я чувствую, что вот, когда ты вот это нажимаешь, не происходит, нет, какое-то другое, чуть-чуть другое, но я что-то не особо на это сделала акцент, вот, и я что-то смотрю, а сахар уже, не знаю, часов 5 не опускается, то есть я ем, делаю укол, а он все такой же высокий, думаю, блин, что за фигня? И что-то я опять смотрю, ну, хочу сделать, и я смотрю, что он стоит неровно, думаю, блин, вот в чем дело, видимо, ну, я проверила, там выдает, типа, струю, но, видимо, знаешь, в другом количестве или что, я не знаю, вот, и у меня тогда не оказалось второго, и я думаю, ладно, как-то буду делать этим, и я такая, бац, просто выкрутила побольше, думаю, раз он мало дает, такая, бац, делаю, и потом, что-то у меня такая сильная тревожность, какая-то прям, знаешь, паничка случилась, что, типа, блин, а вдруг он все-таки нормально выдавал, и я сейчас делала просто, и ты сейчас перекинула слишком много, я делала обычно, знаешь, на еду, ну, 3-4 единички инсулина, а там получилось в сумме 16, примерно, или по 17, и я когда это осознала, я просто сижу, я думаю, нет, что-то мне плохо, ну, типа, именно морально, и просто, и я смотрю, у меня уже стоял сенсор, я смотрю, просто он, знаешь, потихоньку начинает вот так, там еще стрелка вот эта показывает, она может быть вот так по диагонали, типа, ровно, по диагонали, и вот так вниз. И супер вниз, стремительно. Ну, вверх тоже может, но вниз это самое страшное, и просто она в какой-то момент начинает вниз, и у меня там сахар 5, и вниз стрелка, и я такая, ну, ладно, то тревожность есть, потому что я думаю, как много я сделала инсулина, я начинаю пить все, что у нас в мини-барчике, там, я не знаю, сахар, а у нас не очень много еще было, стрелка все еще вниз, типа, прошло 10-15 минут, там уже у меня, знаешь, два, а сахар два, вот когда 3,5, уже все, типа, надо что-то принять, и так далее, когда 5, это ты уже не можешь идти гулять, потому что он опустится, ну, я не знаю, как у других людей, у меня так, и вот у меня 2, стрелка вниз, все, я просто сижу, плачу, коленки трясутся, Настя рядом, еще один друг, он сидел просто, ну, он ходил вот так вот туда-сюда, он вообще первый раз столкнулся с такой ситуацией, Настя уже сразу это видела, но первый раз, мне кажется, была такая сильная тревожность, да, мне кажется, вот этот момент, ну, случай запал, а, да, типа, когда, знаешь, даже уже цифра не показывалась, показывалась ло, и я такая, и у меня просто из-за того, что, знаешь, еще паника, я чувствую, что у меня организм супер какой-то трясущийся весь, я думаю, что у меня просто сахар, там, я не знаю, единица, ноль, вот, мы вызываем скорую, ко мне приезжает мужчина, и вот только он стучится в дверь, я смотрю на сахар, и он начинает показываться, потихонечку, типа, выравниваться, идти наверх, но у меня не было такого, блин, зря мы вызвали, лучше, да, он приехал, он все посмотрел, такой, ну, все, ок, типа, будьте аккуратнее, вот, но в тот период у меня что-то часто были такие случаи, наверное, из-за какой-то тревожности, я очень сильно боялась низкого сахара, вот, и у меня часто было, прямо, знаешь, именно такое, 2, 1,8, это прям вообще ужас, и при низком сахаре еще отмирают нервные клетки мозга, это типа вообще тоже очень плохо, поэтому я такая, но надо что-то исправлять, лучше чуть-чуть выше, чем такой низкий, она поднимает сахар, а ты занимаешься с психологом? С одним я пробовала заниматься, с другим, с третьим, мы начинали тему диабета, когда-то давно, извините, и я прям поняла, что это, знаешь, прям моя очень такая слабая зона, видимо, как-то вот именно из детства, сейчас я себя чувствую хорошо в диабете, но когда я думаю о себе маленькой в диабете, что-то у меня прям что-то не так, что-то надо это сильнее проработать, вот явно тогда что-то, знаешь, не доработало, вот, и есть какие-то травмы, видимо. Ты вот сказал, что друг никогда не видел, не знал, как реагировать, может, есть какие-то советы, что-то, вот, как человека с болезнью, то, что если вот, ты сталкиваешься с тем, что человеку плохо и так далее, что, как ему помочь и так далее, потому что иногда, знаешь, что-то происходит, и ты просто обмираешь, потому что ты банально не знаешь, как реагировать. но типа сладкое, это просто единственное, ну, во-первых, морально, мне кажется, даже если вам очень страшно, сделайте вид, что у вас все хорошо, и вы все держите под контролем. Не паникуйте. Потому что Настя, мне кажется, такая, и она меня в этих ситуациях как раз-таки своим спокойствием спасала, потому что я смотрю на нее, и думаю, все будет хорошо. А в какой-то случай, она тоже, я видела, что паниковала, и я еще сильнее думаю, раз Настя паникует, а я, и я это. Да, и, короче, вот надо давать какую-то уверенность, да, человеку, что типа все будет ок, даже если вы там прям, ну, сами думаете, нет, все не ок. если у вас есть друзья с диабетом, то прикольно вам иметь какое-то, я не знаю, пакетики сахара, типа есть специальные, я не знаю, таблетки такие, знаешь, как аскорбинки большие, и вот одна, она типа повышает сахар, там 15 грамм у вас сахара, вот, в каждой, и типа вот такое тоже прикольно носить, но я понимаю, что вы ради другу диабетику вряд ли будете делать, но это прикольно, если вам хочется, вот, и да, конечно, вот если у меня, там я гуляю с друзьями, у меня сто раз было, что у меня падает сахар, кто-то бежит сразу в магазин, все такие, так, садись, бегут в магазин, приносят мне попить, просто что-то сладкое, все, типа, это супер, ну, и если прям ситуация ужасная, не бойтесь вызвать скорую, вот, это важно. Ужить перестраховаться. Да, конечно. Друзья, ну, вы досмотрели до конца, мои хорошие, мои сладенькие, как вам такой комплимент в контексте нашего выпуска, в общем, я как будто глажу вашу золотую ручку и золотое сердце. Спасибо, спасибо, что смотрите, спасибо, что пишете комментарии, поддерживаете, спасибо, что щадяще относитесь к каким-то микрофорс-мажорам, которые у нас происходят на съемках, потому что, ведь у нас всегда стоит выбор, нам не снять вообще или снять, но чуть-чуть не идеально, потому что, когда ты делаешь это за границей, а не в своем прекрасном офисе, с золотой рукой, в ладони, могут происходить казусы. В общем, спасибо вам, благодаря вашей поддержке, я продолжаю это делать. Спасибо тем, кто ставит лайк, спасибо тем, кто пишет комментарии, кто репостит шорт, кто репостит сториз, кто вообще молодец, то есть вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok